Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это очень важно Если мы не решим проблему Сестра снова пристрастится к наркотикам Поэтому я должен найти эту семью Ипек? Дочка, что случилось? Ипек, что среслось, милая? Этот мерзавец спустил на эту проститутку Айчу все деньги, которых не было у меня Смотри, папа, смотри Вот, полюбуйся Он купил этой женщине бриллиантовый браслет Ее муж только что в магазине пытался засунуть Осману в глотку это украшение Ты видела? Вот мерзавец Этот бесстыжий осман совсем потерял совесть Подлец На этот раз я закончу начатое Не буду полагаться на удачу Я убью эту скотину У него не останется ни денег Ни имущества Еще до конца слушания Я ему это так просто не оставлю Чипун тебе на язык и пек Упаси Аллах Запачкаешь руки в крови Из-за этого мерзавца Ради этого подонка Сделай что-нибудь, бахатин Ладно, ладно Не огорчайся, дочка Я решу эту проблему Не огорчайся Моя милая доченька Ах, моя красавица Моя несчастная Не плачь Его купил тебе осман За что? За что? Все, мы разводимся Все кончено Между мной и османом ничего не было Ты прав, что не веришь мне Я соберу вещи и тут же уеду отсюда И ты еще смеешь мне что-то говорить Что-то объяснять Этот осман станет так просто Дарить тебе такие подарки Ты что, ребенка обманываешь? Будь ты проклят, Айча Я сейчас уйду Чтобы тебя не было Когда я вернусь вечером Не смей ждать меня Не смей Или я выставлю тебя за дверь Я вышвырну тебя на улицу Прошу Спасибо Вот адрес Поехали Спасибо Остальное я сделаю сам Алло, господин Туфан Я нашел адрес Заеду за вами через пять минут Хорошо, до встречи Я слушаю Кого вы ищете? Мы хотели поговорить с вашим мужем Насчет чего? Вы не волнуйтесь, госпожа Мы хотели поговорить с ним лично Вы можете позвать его? Подождите Я сейчас вернусь Кажется, она чем-то обеспокоена Вы дали месяц сроку Мы же договорились Какой срок, господин? Вы, наверное, нас с кем-то путаете Вы не люди, господин Ахамди? Послушайте, мы пришли поговорить на важную тему Мы не знаем никакого Ахамди Нормин 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 Нормин, постой Ну, хватит уже Не убегай от меня, пожалуйста Идем, присядь Поговорим Послушай Я знаю, почему ты не желаешь Со мной встречаться Я даже не поздравил тебя С Новым Годом Ты всю ночь не отвечала на мои звонки Не отвечала на сообщения Но если В следующий год я войду без тебя Для меня Не останется никакого смысла в жизни Этой ночью я это Прекрасно осознал Почему ты мне не сказала, что у тебя есть дочка Ты думала, что разонравишься мне из-за этого Из-за того, что у тебя есть ребенок Этого никогда не случится Я больше не смогу жить без тебя Я люблю тебя Такой, какая ты есть Извини Слушаю, отец Зафер, немедленно приезжай к Осману в магазин Сейчас же Что случилось? Зачем? Хорошо, сейчас, сейчас приеду Жди Сейчас, сейчас Послушайте Я не знаю, как объяснить вам ситуацию Лучше сказать напрямую Я дядя Гюль Моя сестра хочет вернуть дочку В свое время она совершила Очень большую ошибку Но сейчас мы всей семьей Исправим эту ошибку Гюль маленькая И ей нужно жить с мамой Как вы нашли нас? Она по собственному желанию отдала нам ребенка Нельзя передумать после стольких лет Она наша дочка Она для нас все Мы ни за что ее не отдадим Покиньте наш дом По закону Она не в состоянии Она не в состоянии заботиться о ребенке Ступайте Идите в суд Идите куда только захотите Они не отдадут ребенка такой женщине Кроме того, у нас нет никаких проблем У меня небольшой карточный долг Но я выплачу его Мне дали месяц сроку Я найду деньги и решу проблемы Человек, которому вы задолжали Господин Хамди Медини Я прекрасно его знаю Он очень жесток Вам не стоило связываться с ним Вас не касаются наши долги Вы никогда не получите моего ребенка Я никому не позволю обижать мою дочку А сейчас немедленно уходите отсюда Сейчас же Теперь Ты будешь отчитываться нам за каждую трату Послезавтра состоится слушание Мы добьемся решения об аресте на все имущество Ты принесешь Чеховые книжки Банковские карточки И коды от них А потом положишь их на стол Живо, живо, не мешкай Как же? Я Осман Байклы В собственном магазине В компании Байклы Буду отчитываться перед вами Хватит Забирайте магазин И забирайте все счета Я в свое время Вошел в этот магазин В одном пиджаке И сейчас я могу забрать пиджак И спокойно из него выйти Беляль, принеси мне мое пальто Вы еще не знаете Османа Байклы Семья Ас Если понадобится Я снова начну с нуля И знаете, что я сделаю? Я восстану из пепла Из пепла Прошу, пользуйтесь на здоровье Пожалуйста Пошел ты Вот наглец Из пепла он восстанет Да он вернется через час Ладно, сестра, не расстраивайся Он ушел Чего ты огорчаешься? Садись Тоже мне Беляль, принеси нам чаю Она лает Привет Смотрите на мою собаку Она твоя? Тетя Синем Она почти что моя Молодец А как зовут собаку? Сухарик Сухарик? Да Отличная кличка Она даже знает мое имя Умничка Дочка Заходи в дом До встречи, милая Тетя Синем Осман Тахир выставил меня за дверь Из-за браслета, что ты купил мне Так Скорее найди мне отель А потом снимешь дом Вот как Из-за тебя я могу остаться на улице Да что ты Как я огорчен А мне больше заняться нечем Как думать о том, как выручить тебя Айчао, у меня через два дня состоится слушание Понимаешь? Слушание Я остался ни с чем Ни с чем Эти асы, как вампиры Они отнимут и высосут у меня Все до последней капли Я бросил магазин и ушел Ты в курсе? У меня теперь остался только один пиджак, девочка Тебе не будет от меня прока Ясно? Поняла? К тому же, как ты не смогла спрятать тот браслет? Тот крошечный браслетик Ты идиотка, Айча Не выдержала Надела и вышла на улицу Решила рисануться Ты безмозглая Ты наивная Я не понимаю Отстань от меня, Айча Отстань Оставь меня в покое Будь ты проклят, Осман Айча Айча Ты прости меня, Марьяман Я был не в настроении вечером Бросил тебя одну в новогоднюю ночь Я не первый Новый год одна, господин Жемшит Мне это совсем не важно У меня другие проблемы Они не сегодня-завтра вызовут меня в суд Вот что меня заботит Такие, как мы, изначально виноваты Тебе ли не знать Если меня посадят, что я буду делать? У меня нет поддержки, нет покровителей Я совершенно одна Как я выживу в тюрьме? А почему ты попадешь в тюрьму? Что происходит? Есть очень интересные новости Насчет ребенка госпожи Нермин, госпожа Хелин Хорошо, я понял, госпожа Тебя посадят в тюрьму, потому что ты не сказала их местонахождение? Он и так теперь поступает, да? Он настолько изменился? Дочка, это все-таки ребенок его сестры Тетя, что значит ребенок сестры? Я с ним поговорю Я никогда не допущу этого Он окончательно спрятил Я говорил с ним, Асия Бесполезно Он не слушает Это мы еще посмотрим Мы еще посмотрим, послушает он или нет В общем, вот такие у меня дела, Аднанчик Сейчас твой брат, Осман Байклы Находится на пороге новой жизни Все ясно Только я сейчас возьму у тебя те 2 миллиона долларов Что одалживал тебе? Но ты внимательно послушай, как я это сделаю Ты откроешь элитный магазин бытовой техники Ясно? Ясно А я буду делать вид, что работаю на тебя Смехнул? Да, смехнул, смехнул Я все понял Пора брать быка за рога Именно Тогда я перечислю деньги на твой счет Аднан, погоди, не торопись Пока идет суд Всем деньгам и имуществу ведется счет, Аднан Даже не заговаривай об этом, пока я не получу развод А ты лучше открой мне магазин Магазин будет оформлен на тебя Ясно? Я все равно побью в этом магазине все рекорды по продажам Согласись А когда я избавлюсь от этой напасти Мы с тобой станем партнерами в бизнесе, братишка Ясно? Я еще покажу семье Ас Кто такой Осман Байклы Они у меня еще попляшут Что ты за человек? Сначала ты закрыл счета Потом оставил магазин на жену и пришел сюда Да А теперь намерен открыть конкурирующий магазин Именно Клянусь, тебя невозможно сломить Тебя нужно опасаться, честное слово Невозможно, конечно Конечно, невозможно Я им говорю то же самое, но им хоть кричи Они все равно решили со мной связаться Все никак не поумнеют Что делать, Аднан, что делать? Терпение лопнуло И это мое законное право Правда? Мы доверились вам И вверили машину Вы сказали, что успеете Дали слово Я каждый день лишаюсь денег Пока моя машина стоит у вас Али торопится, чинит ее Чего вы возмущаетесь? Нет, закрывайте капот Закрывайте Сколько можно ждать? Я отгоню на другое СТО Закрывай Закрывай, закрывай Тупица Молодец, Тахир У нас и так мало клиентов А ты их упускаешь Я почти что закончил Знаете что? Я даже копейки не зарабатываю Копейки Очнись ты, наконец Али Хватит постоянно качать права Хватит качать права Музыка Музыка Бедная Как Илья сможет так поступать? Ему не жали ребенка? Он же сам отец Ему совсем все равно Меня привез водитель Ну что тут такого? Ильяс, я в норме Слушай, они поверили в историю Про желудочное кровотечение? Я не понимаю Зачем ты приехала? С тобой рядом врач Больница прямо под боком А если что-то случится? Ильяс, теперь так и будет Каждый день становится хуже Нужно быть готовыми к этому Невозможно постоянно подстраховываться К тому же неизвестно где и когда я потеряю сознание Я в порядке Я пришла домой Спокойно села Сейчас отдохну, посмотрю фильм Слушай, у меня предложение Что ты делаешь? Если не занят, приезжай ко мне Вообще-то мне тоже с тобой нужно поговорить, Хелина Есть интересные новости Насчет дела Нормин Я приеду и мы поговорим До встречи Субтитры подогнал «Симон»